Добрый вечер! Слушаете вы свое радио, как я всегда рассчитываю, в постоянном и привычном для себя режиме. Ну, значит, знаете уже и понимаете, что с 8 до 10 программа живые, в которую приходят, прилетают, приезжают, приползают. Ну, по-разному, в зависимости от того, где и как находятся музыканты, которыми мы вас знакомим, если вы не знаете о них ничего. Ну, или же радуем вас новой встречей с тем или иным музыкальным коллективом. Сегодня команда сделала далекий, очень далекий марш-бросок, потому что команда Алма-Атинско-Московская, сами понимаете, часть музыкантов московских, они в студии. Алма-Атинский главный человек этого коллектива, он куда-то исчез, вот мы надеемся на то, что он доберется до студии в ближайшие мгновения. Очень бы хотелось, чтобы он уже вошел сюда и сказал всем здрасте, ну, слава богу, слава богу, все на месте. Ничего, с ними такое бывает, молодые, горячие, рьяные. Познакомлю вас с группой несколько позже, традиция, все же есть традиция. Сначала первое произведение, понятно, что это будет для кого-то музыкальной заявкой. Вы, услышав, поймете, надо ли вам оставаться с нами целых два часа, или уже можно попить чаю, как я говорю, с ромашкой для успокоения. Там, где шнурок, там левый, Володя, или отправиться уже в баньки. Ну, а тем, кто останется сегодня на эти два часа, я думаю, вы получите большое удовольствие. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. 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 Ты не упустишь ни единого шанса, чтобы остаться. Танцы, я не смогу удержаться, нам придется одеться пространством. Танцы, растворяйся в хулиганстве этих бешеных танцев. Когда погаснет последний фонарь, я разгоню твое сердце до безумного стука. Тишина способна плавить в сталь и сдачу. Молчать не из звука, когда спустяки закрепится к заполну. И ты стан свой повысишь тотон, а потом, а потом уже не будет грустно. Если уметь гореть и отличать аппетит от чувства. Если уметь гореть. Танцы, и твои плечи так хотят искупаться в теплоте моих пальцев. Танцы, ты не упустишь ни единого шанса, чтобы остаться. Танцы, я не смогу удержаться, нам придется одеться пространством. Танцы, растворяйся в хулиганстве этих бешеных танцев. Танцы, и твои плечи так хотят искупаться. Танцы, я не смогу удержаться. Нам придется одеться пространством Танцы, растворяйся в хулиганство Этих бешеных танцев Я не смогу держаться Нам придется одеться пространством Растворяйся в хулиганство Этих бешеных танцев АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет всем. Спасибо тебе большое. Захочешь что-нибудь сказать, ручку подними, я тебе микрофон включать буду. Ну, чтобы сейчас просто он тебе не мешал. Это группа «Кардио Бит», группа, к которой мы, я имею в виду команду программы «Живые», испытываем давнишние чувства. Когда мы встретились впервые, это было, по-моему, два с половиной года назад, ну, достаточно давно, у них было три записанных песни. Сейчас мы снова с ними встретились, у них опять три записанные песни, и все те же самые. В общем, все те песни, которые крутятся в ротации своего радио. Это неспешная группа, группа, которая работает замечательно, делает музыку роскошную, но как-то не спешит радовать своих поклонников записями. Об этом мы тоже поговорим. Я считаю, что нужно тебя поругать за то, что ты не спешишь. Ну, в любом случае, спасибо, что пришли. Мы очень рады вам, искренне совершенно радуемся тому, что вы здесь. Мы тоже очень рады. Давно не виделись. Давненечко, да. Очень приятно видеть вас, видеть проделанную вами работу, такая уютная студия. Все в таких радужных цветах. Ну, все, исправился. Молодец, спасибо. Да, и прошу прощения за мое опоздание. Почувствовал себя опять в школе. Главный вопрос был задан. Во сколько эфиров? В восемь. Ага, и исчезли. Ну, ничего. Главное, что мы начали вовремя. Это самое замечательное. Начать вовремя. Как называлась первая песня танца? Правильно? Совершенно верно. Ничего такого сложного в названии песни нет. Скажи, пожалуйста, сегодня могу ли я попросить музыкантов и тебя лично сыграть что-то из того, что крутится в ротации? И почему? Потому что по этим песням вас уже знают. Я бы хотел, чтобы произошел момент идентификации. Группы и песен, которые, собственно, в ротации своего радио имеют место быть. Ну, тут выбирай сам. Либо вальс, либо все дамы, либо расплатимся завтра. Я думаю, что мы сыграем и вальс, и все дамы, и расплатимся завтра, чтобы угодить всем слушателям своего радио. Спасибо большое. 46-47 – это короткий номер ваших смс-ок. 46-47 – сначала пишите свои, потом пробельчик, а затем уже все, что хотели бы адресовать коллективу, каждому из музыкантов, может быть, отдельно. Мало ли, вдруг возникнут вопросы. Понятное дело, Володя тоже как фронтман у коллектива. Можете отписываться также в группе, в официальной группе ВКонтакте, официальной группе своего радио. Там давно уже выложен анонс, фотография, красиво все. А в самом тексте анонса группа «Кардиобит» выделена синим, и, значит, активная ссылка. То есть, кликая на эту ссылочку, вы попадаете к ним в сообщество, которое нужно пополнять. Чем дальше, тем больше оно должно расти. Можно видеть все, что в этой студии происходит. Я думаю, молодым незамужним девушкам это было бы любопытно. Все парни как на подбор, все широкоплечие, высокие, все сразу выпрямили спину, смотри-ка, все такие, да. Только что-то я так не понимаю, почему один только Петя так загрустил при этих словах. Не очень я понял, что за реакция была, но, тем не менее, чтобы видеть все, что в этой студии происходит, зайдите, пожалуйста, на сайт своего радио, своерадио.фм. Там сверху есть плеер, в плейере слева онлайн-аудио, это чтобы слушать, справа онлайн-видео, чтобы смотреть. Кликаете, и вот оно. Тут картиночка, тут и чат. Спасибо большое Планете.ру, краудфайдинговой платформе, за то, что нам предоставляют картинку и видео, которое вы наблюдаете сейчас, надеюсь. Там же, кстати, в чате можно отписываться, отовсюду пытаемся искать, выбирать, выискивать какие-то любопытные сообщения. Надо бы спеть что-то еще, так, чтобы закрепить успех уже, который случился, как мне кажется, народ кричит, ура. Какие драйвовые танцы стали, например, Ира Гончарова написала, уж не знаю, почему стали, поговорим об этом тоже. Как называться будет следующее произведение? Следующее произведение будет не менее драйвовым, и оно носит название странно. Как всегда, живой звук в программе «Живые», здесь сегодня кардио-вид. Поехали. Надо бы уже начать. А 이 Zoo Ни шалоста, ни пих вино, ни курих яда Они прекрасны, без сомнения, но не надо У них на губах нет молока, шоколада Как у меня Мы без мамы, папы, мы без папы, мам Рядом в какой-то пап, привет фонарям Виляя за там, зато тем паналям По парам, дворам, барам, берем даром Странно, у тебя все так плохо, мне так хорошо Странно, но после каждого раза ты просишь еще Странно Не могу обойтись без обмана, но и ладно Строить планы рано, подставляй стахан Моя любовь течет из крана Кому-то все, кому-то сразу разом Все розы по вазам, все позы по рассказам Не раз там друзьям Меняешь десять лет на десять грамм Держи дигу до конца, играй в лиц на фразы Искизы твоего лица Постать бы в паузу Конечно, выставлен на визу, если по заказу экстаза Или по приказу джаза Странно Тебе все так плохо, мне так хорошо Странно Но после каждого раза ты просишь еще Странно Я не могу обойтись без обмана Ну и ладно Строить планы рано, подставляй стахан Моя любовь течет из крана Странно У тебя все так плохо, мне так хорошо Странно Но после каждого раза ты просишь еще Странно Я не могу обойтись без обмана Ну и ладно Строить планы рано, подставляй стахан Моя любовь течет из крана Uno Один Моя любовь течет Один Гарри seu Моя любовь течет Утой Утой И С Утой Субтитры сделал DimaTorzok Ну опять же повторюсь, что группа имеет несколько рождений, если брать первое рождение, Сережа, то с 2009 года в городе Алматы мы собрались Алматы, теперь так называется? Или как правильно? Вообще в документах во всех правильно Алматы, потому что переименовали, но знаете, у коренных жителей есть свои какие-то особенности произношения своего города Вот, и мне как-то... Ну чтобы не обидеть горожан, как мне называть? Алмата? Или как все? Да вы не обидите горожан в любом случае Ой, ты знаешь, бывают такие горожане обидчивые Нет, у нас горожане очень дружелюбные Хорошо, то есть как и так, и Алматы, и Алмата правильно Да, совершенно верно Все, это очень важно, девятый год? Девятый год? Да, в 2009 году мы собрались Потом мы собрались втроем с Сергеем и с Вовой, с бас-гитаристом и барабанщиком После чего, по-моему, в том же 2009 году я переехал в Москву и познакомился с Петром Паршиным И это началась уже немножко другая история Вот, и потом по воле судьбы Не скажу, что случая, но мы с Петром решили в Сергея и Владимира позвать в Москву И уже серьезно заняться этим делом Потому что мы понимали, что нам пора играть в концерты Вот, ну и все, и перебрались Это был какой год? В 2011 году переехали ребята И вот, получается, уже 4 года мы здесь 4 года, по ходу делу мы вас подхватили тогда, когда вам было всего ничего Да Годика полтора Но уже тогда, уже тогда реально потрясли Я тогда сказал, повторюсь Золотухина, это Фредди Меркури российского разлива Потому как есть песни, есть места, так сказать, в его вокальных партиях Где просто закрываешь глаза, и вот он тебе Фредди При том, что Володя не пытается никого пародировать Он такой, у него такой тембр Такой замечательный вокал Скажи, пожалуйста, что тебя, я уверен, заставило Принимать участие в проекте «Голос»? Это был проект «Не голос» Или большая сцена В «Голосе» как раз-таки я бы, наверное, не участвовал Главная сцена называлась проект Да, главная сцена Я путаюсь у них во всех таких, их так много Меня вообще никто ничего, в принципе, делать не заставляет Чему я очень рад Просто получилось так, что, видимо, в своих музыкальных кругах Как-то музыка распространяется особым образом И в какой-то прекрасный момент нам позвонили и предложили поучаствовать Первая реакция моя была такая, что участвовать мы, скорее всего, не будем Потому что я довольно скептически отношусь к разного рода передачам такого формата Потому что это мне больше напоминает не какие-то музыкальные истории А больше какой-то караоке Вот Но мы согласились встретиться И выяснилось, что на этом проекте может участвовать группа Группа, во-первых, а не только вокалист Что меня очень взбодрило и порадовало А второе Это то, что группа может исполнять свои песни Я подумал, почему бы таким образом не популяризировать свое творчество В этом ничего плохого мы, в принципе, не увидели И... Но много ли своих песен вам дали спеть? Это уже вопрос другой Вот я к тому и подвожу Я к тому, знаешь, наговорить могли много чего И много чего пообещать Вообще концерт вам устроить на Первом канале Да еще и после речи президента под Новый год Вместо Стаса Михайлева Вот Вас пустить туда Могли все что угодно пообещать Ты же понимаешь, что это все нереально Да, но, скажем так Дабы никого не обижать Я скажу, что Того количества песен Своих песен мы пели две Этого, в принципе Это произвело определенный резонанс У аудитории, которая смотрела проект И людей, которые смотрели этот проект в интернете И уровень нашей популярности Он, ну, приличным образом подрос А как ты это замечаешь? По каким признакам? Ну, во-первых, когда История такая, что я думал, что телевизор уже умирает В принципе Вот, и я был из того разряда людей Которые думают, что все за интернетом будущее Но когда был эфир По-моему, две минуты Там звучала наша песня И в этот день С утра С Дальнего Востока Ко мне начали К нам в группу ВКонтакте Начало добавляться Какое-то неимоверное количество людей И весь день это продолжалось И я понял, что Телевизор рано хоронить Вот, потому что телевизор работает Особенно в регионах Со страшной силой Вот Ну и потом Следующие эфиры Все это продолжалось 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 То есть Интернет Ухватывал уже Такой Телевизионный выхлоп Хорошо Тогда следующий вопрос Он будет, наверное, не корректен Не так корректен, как предыдущий Но после этого проекта Были концерты у вас уже? Самое интересное Что полным составом После этого После проекта Мы не играли ни разу Я просто хотел узнать Ну и что? На концерт пришли? Но я вам могу рассказать Что у меня был Акустический концерт После первого эфира И что меня больше всего поразило Это у меня еще был Саундчек Это был клуб С такими Окнами на улицу И до концерта Был еще час И в клуб никого не пускали И в целый квартал Стояли люди в очереди И для меня это был Такой, ну, прямо-таки Я не ожидал, действительно Закончились места в гардеробе Не хватало официантов на всех То есть, ну, прямо битком был клуб Что меня, естественно, взбодрило очень Ну, то есть, ты хочешь сказать, что проект помог? Я... ну, конечно Конечно То есть, популярность выросла Замечательно Именно поэтому вы сегодня здесь Наверное Потому что популярность ваша стала сейчас Совершенно невероятной И мы решили, что надо, конечно Эту популярную группу Из Алматы в девятом году Теперь в одиннадцатом из Москвы В общем, такой вот У которых всего три записанных песни У которых, к сожалению Всего пока три записанных песни За все время, что они существуют Но надо бы звать их на живой эфир Ну, раз такая популярная команда Что бы, конечно Хотелось бы Хотелось бы, чтобы действительно Ваша популярность стала уже Просто обширнейшей Потому как мы за это и ратуем Собственно, для того Станцию и создавали Чтобы продвигать таких классных И интересных музыкантов Как группа Cardiobit Дай бог, чтобы оно шло Так по нарастающей и дальше Надо петь Что это будет А давай, может быть, что-нибудь Сейчас как раз вот такое Из записанного Споем Почему, если это возможно Почему? Потому что сейчас народ Подтягивается Аудитория начинает Слушать программу И очень хотелось бы Многие только-только подключились Чтобы сразу сейчас Дать им понять, кто вы Давайте мы исполним тогда Вот именно ту вещь Которая так понравилась Когда-то Всем Включая вас Я надеюсь И аудитории Программы живые Мы исполним вальс Спасибо тебе большое Я, в общем, рассчитывал Что так и произойдет Как всегда Живой звук В программе живые И здесь сегодня Cardiobit Поехали Здесь и сейчас Трогает ли вас Трогает ли вас Мой вальс Птицы Птицы Трогает ли вас Мой вальс Птицы 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 Трогает ли вас Трогает ли вас Трогает ли вас Трогает ли вас Мой вальс Трогает ли вас Ночь В разгаре Туман Завязал глаза В дымном паре В моем бокале Красава Ну а был бы там, где ночные забавы текут по рукам Пожалуй, я выберу дни Тебе с мир от стены до стены Здесь и сейчас Дробит ли вас, дробит ли вас Мой вальс Здесь и сейчас Дробит ли вас, дробит ли вас Мой вальс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сейчас требует ли вас, требует ли вас мой вальс? Си-и-и-ист! И сейчас требует ли вас, требует ли вас мой вальс? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, опять другое дело. Слушательница из Канады, между прочим, Наташ, пишет, что трогает-трогает, и вся такая потроганная тут, только пришла и такой кайф, поток кайфа, вот так вот справа с порога, эх, ляпота. Узнают песню, естественно, ее нельзя не узнавать, потому что она из ротации, и крутится вообще, вот на Максим Зверев пишет, супер-супер-супер, а нет ли на Квинн каверов? Вот человек тоже услышал интонации товарища Меркури. Кстати, никогда не пробовал кавера на Квинн? Когда-то вот в 2009 году, когда мы только собрались, и мы играли некоторые каверы, для нас всегда было таким табу играть каверы на три группы. Это группа Дорс, группа Битлз и группа Квинн. Почему табу? Не знаю, мне кажется, что каверы на эти группы всегда, ну, как-то довольно убого звучат. В твоем исполнении? В моем исполнении, тем более. Очень интересный подход. Ну, нет, так нет, вопрос снят. Давайте двигаемся дальше. На сегодняшний день альбома нет. Это я так повесил вопрос. Нет альбома. Нет альбома. На сегодняшний день только три записанные песни. А что мешает? На самом деле у нас есть готовый альбом. Кстати, вот вы не представили одного человека, который сидит за Демьяном. Ну, так представь. Это Демьян Курченко, который занимается нашим звуком, так называемый саунд-продюсер. Мне кажется, вот он в полной мере может ответить на этот вопрос. Я даже уступлю местечко. Ну, если... Вот ты хочешь сказать самые сложные вопросы, а отдаешь Демьяну, я так понимаю. Для меня это больные вопросы. Понятно. Да, Демьян, добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле материал готов. Альбом записан, песни досводятся. Мы делали это своими силами в различных студиях, в различных местах. Это не просто в нынешнее время взять и записать роскошный альбом. Но при всем при том мы старались. И на самом деле материал получился, по-моему, сногсшибательный. Так нет, у них всегда материал роскошный. Он и был всегда замечательный. На самом деле мы, ну, как сказать, реально тратили много достаточно времени именно на поиск действительно настоящего клевого звучания, интересных сочетаний каких-то электронных вещей. То есть, грубо говоря, пошли путем сложным, но, мне кажется, эффективным. Поэтому, на самом деле, я надеюсь, что осенью этот альбом уже будет услышан. И мы надеемся, что будет видео. То есть, все пришло к тому, что уже натянуть некуда. Поэтому я думаю, что... Пора-пора. Да, до зимы уже будет что-то определенно большое. Но и надо будет, опять же, и надо будет, опять же, понимать, куда надо нести эти новые песни. Потому что мы ждем премьер. Вот, например, Дина Эванс пишет, альбом записан, все хорошо. Но если он записан, значит, осталось что, свести? Он в процессе сведения, да. Но на самом деле осталось его продвинуть. То есть, на самом деле, осталось снять видеоклип. Причем у нас уже есть несколько претендентов на это. Мы сейчас собираем мнение по поводу того, какая песня является самой сильной и мощной. Но на эту тему уже есть идеи, и они сформированы. Понятно. Тут возник вопрос. Народ жалуется на какой-то свист. Что у тебя за примочка там, Володя, такая стоит? Мы можем исключить ее. Можем мы ее исключить? Давайте исключим ее. Давай мы ее исключим. Потому что я могу сказать честно, я вот такой высоты звука не слышу вообще. Мне хорошо. Я знаю, что есть такие аппараты, которые комаров отпугивают, и кого-то из людей отпугивают. А я спокойненько сплю, и ничего, ничего. И люди жалуются, что какой-то свист, а я его не слышу. Судя по всему, это твоя примочка какая-то. Все, исчез свист? Я Юлю спрашиваю, потому что она слышит, а я нет. Все, исчез свист. Ну, слава богу. Видишь, как, оказывается, у тебя примочка работает. Не так как-то, как надо. Сейчас есть свист? Сейчас? Это не она, значит. А сейчас и я слышу. А вот сейчас, да. Но до этого его не было. Это вот это, скорее всего. Что-то у тебя там в коммутации попутано. Напомню еще раз. Группа «Кардио Бит» здесь сегодня. Коллектив, на наш взгляд, совершенно замечательный. С удивительным, сразу узнающимся, абсолютно индивидуальным, скажем так, вокалом. И с музыкой, которую они делают. Кстати, о аранжировке тут вопрос стоял. Я тогда уж попытаю тебя, раз ты сидишь. Чьи аранжировки? На самом деле, они совместные, что очень радует, что, грубо говоря, работа происходит таким образом, что сначала ребята находят какую-то фабулу, и потом эта фабула подвергается каким-то дополнениям, может быть, каким-то корректировкам. То есть это обоюдный процесс. Это не то, чтобы им кто-то что-то придумывает, и они это исполняют. То есть это обоюдный процесс, что очень приятно и редко в наши дни. Потому что масса из коллективов, которые даже пишут неплохие песни, но при этом не имеют ни опыта, ни возможности, самое главное, ни желания двигаться в эту сторону. Поэтому иногда получается слишком скучно. Мы находимся в творческом союзе с ребятами, что очень здорово. Это круто. Вот теперь я слышу какой-то свист. Теперь он той высоты, которая даже мне доступна, моему уху. Мне понравилось, как Юля Усова написала, вроде не слышала свиста, колонки-то не ахти. А когда его убрали, стало хорошо. А вот теперь я его слышу. Что вы поменяли-то? Это так, чтобы и я уже получал то же самое удовольствие, что и вся остальная аудитория? Да отключи ты эту примочку тогда уж к чертям. Сейчас нет свиста. Сейчас нет? Мы можем делать, когда мы говорим, я буду делать стендбай. Потому что в процессе музыки его, наверное, не слышно. Я боюсь, что и в процессе музыки он может быть слышен. Ну, дай попробуем тогда. Делай стендбай, пожалуйста. Но имею в виду, что эта примочка у тебя какая-то... Надо ее менять, раз она посвистывает. Все, надо петь. Надо дальше что-то петь. Что это будет? Скажи, Володя. Сейчас будет песня, которую в программе «Живые» мне исполняли. Я помимо группы «Кардио Бит» еще играю акустические концерты. Вот так вот, это из моей акустической программы. И всех зову на свой акустический концерт, который пройдет 17 июля в клубе «Тоннель». И песня будет называться «Эскимос». Ну, кстати сказать, я, между прочим, вы можете позавидовать не только мне, а еще и Золотухину, потому что он тоже этого свиста не слышит. В этом плане у нас с ним одинаковые частотные, значит, характеристики в уши воспринимают. Давай, поехали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». «Кардио Бит» здесь сегодня. Не сталь, не лед, не та, не тот. И ты, не я, а ты, не я, невин над ним, за окнами, а я за ней, мне все равно, мне все равно. Ведь я тут один, будто бы «Эскимос» на льдине, высылаю тебе соседы. Найди меня, найди меня, ведь я тут один, и так близко к горизонту линия. Ищи меня там, ищи меня там. Растил дымлёг на снег, растерянности нет, теней растений. В теле новостей, гостей, меня никто ненавистит. Опали звуки льдом, покрылись потолки. Немеют руки, расширяются белки. Ведь я тут один, будто бы «Эскимос» на льдине, высылаю тебе соседы. Найди меня, найди меня. Где тут один, и так близко к горизонту линия. Ищи меня там, ищи меня там, ищи меня там. Ведь я тут один, будто бы «Эскимос» на льдине, высылаю тебе соседы. Найди меня, ищи меня, ведь я тут один, и так близко к горизонту линия. Ищи меня там, ищи меня там, ищи меня там. Не, слышно. Вот сейчас я даже паузку выдержу. Чего-то у тебя все же там, Вовка, свистит. Непонятно что. Но знаешь, когда... Я очень люблю, когда люди обнаруживают какую-то одну деталь, и потом начинают придираться ко всему. Ты начал петь песню, вдруг я получаю сообщение, а теперь бас задребезжал. Баса в этой песне вообще не было. Он играл один на электрогитаре, и это была акустическая версия песни. Ну, так что теперь будут, я думаю, выискивать любые возможности. Так что надо тебе менять примочку, чтобы она не свистела. Скажи, пожалуйста, если уж мы говорим о том пути, который прошла группа, с 9-го года в итоге получается 6 лет. 6 лет коррективу, правильно? Правильно. 6 лет. За эти 6 лет, или давай так, давай пойдем другим путем. Не за 6 лет, а за те долгие годы, что мы с тобой не виделись. Ну, имею в виду за то время, что мы не виделись после первой программы, когда встречались в эфире. Или даже второй. Который раз? Третий раз вы у нас уже. Да, после второй нашей встречи. Что произошло? Ну, понятно, участие в программе на центральном телеканале. Так, что еще? Ну, помимо этого написано огромное количество песен, которые ждут своего часа. И обязательно дождутся, я уверен, мы выжидаем с этими песнями. Вот, да произошло много чего. Мы отыграли очень много концертов. Помимо этого появилась вот такая акустическая история, где я просто с гитарой на первый план выходят сами там тексты, песен и так далее. Совершенно другая атмосфера на концертах. Вот. Много чего. Мы на одной площадке сыграли с такими группами, как Муми и Тролль, например. Вот у нас был такой совместный концерт. То есть Муми Тролль... Не люблю называть это разогревом. Муми Тролль, запятая, например. Есть такая группа из Волгограда просто? Ну, нет, с группой, например, нам пока еще не посчастливилось выступить. А, то есть вы с Муми Тролль пели? Да. С Ургантом мы выступали вместе. Тоже пели? Тоже пели. Что пели? Пели мы песню, которая прозвучит сегодня, опять же. То есть Иван помогал тебе петь? Под названием... Нет, мы с ним не... Мы участвовали в одном концерте, в смысле. То есть, вот. И это было в таких... На больших площадках, с большим количеством людей. Вот. То есть такой очень интересный опыт. Потому что до этого мы выступали все-таки в более камерных клубах. Также вот недавно мы выступали на Красной площади, где было... Я даже боюсь представить, сколько людей. Вот. Ну, как-то так, в общем... Подожди секунду. Назад. А что вы... Почему... За какой стати? Почему вы выступали на Красной площади? Ну, нам предложили выступить... Опять предложили. Что это было? Это был День России. А, вот. На День России. Да, День России. Нам предложили поиграть. Мы долго думали, стоит ли нам это делать. Потом подумали, почему бы и нет. Вот. Мы сделали свою версию песни «Прекрасная далеко». Вот. Которую... То есть, вроде Меркули не посчастливилось. А вот эту песню вы все-таки сделали. Да. Ну, это был такой настрой хороший. Тем более, мне эта песня очень нравится. Споешь? Со школьных времен. К сожалению, нет. У нас не хватит времени на нее. Почему? Потому что мы подготовили гораздо... Ладно, хорошо. Так. Так-так. Вот. В общем, клевая песня. Она мне еще со школы нравилась. Вот. Ну, и мы решили ее сделать. И получилось очень достойно. Вот. Возможно, на коменте с концертов мы ее исполним. Если нам разрешат. Ну, очень... Я разрешил бы, но ты ж не хочешь по нему. В любом случае... Константин Мальгин пишет. Я свист не слышал. Но теперь мне кажется, что свист есть даже при выключенном на компьютере... Константин, да. При выключенном на компьютере звуке он пишет. Более того, у меня даже гитара отключена, поэтому это... Вы в своих иллюзиях сейчас. Да, не думайте про белого кролика. Это обычная история. Как она и есть. Денис Шишлов пишет. Спойте. А, да сейчас спою, Денис. Будете приставать за баню. Я не люблю, когда мне рекомендуют, что сейчас делать в эфире. Вот больше всего этого не люблю. Я могу попросить. Ты сказал нет, песню петь эту не будешь. Я сказал, хорошо, дело твое. Он и галочку себе поставил. Ты имею в виду. 46-47. Это короткий номер для смс ваших. Сначала пишите свои, парабельтик делаете, а затем уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Может быть, лично Володе Золотухину. Мало ли, какие-то вопросы у вас есть. Возможно, личного характера. Всяко бывает. Пишите, пожалуйста. Не забывайте о группе ВКонтакте. Там тоже много чего написано. И вот, например, сообщение, которое я хотел зачитать. Да подзабыл. Из-за этого свиста разбирались мы. Значит, сколько вообще песен у группы, пишет Юлиусова, и на сколько альбомов хватит. Сколько теряем мы, не москвичи, имеющие возможность слушать кардио-бит только по радио и диктофонным записям с концертом, выложенным ВКонтакте. Качество там не очень хорошее. Вот там, что выкладывают люди после концертов на диктофоны записанные. Очень хочется, чтобы люди вне Москвы, живущие, тоже могли иметь возможность, если уж не ходить на концерты, то как-то так наслаждаться качественным звуком. Сколько песен вообще у группы? Вы знаете, было время, когда я считал, сколько песен написано. И вот в какой-то момент в этом году я потерял счет, я думаю, что где-то около, ну, за 50, я думаю. Ну, в принципе, это совсем не было. Ну, это таких песен, которые я бы мог исполнять на публике. Понятное дело, что песен пишется больше, я просто некоторые... Для своих, для друзей. Да даже не для друзей, да, просто для меня. Некоторые просто, я думаю, что я не рискну исполнить это как-то. То есть? Ну, не знаю, вот написал я песню и понимаю, что что-то в ней не так, и я ее не рискую. Я играю только те песни своим друзьям, в которых я уверен на 100%, что я смог показать то, что я хотел. Хорошо, ну, покажи для друзей что-нибудь. Ну, петь ты будешь, нет? Да, да. Кстати, сегодня будет одна из тех песен, которые вот... Я сначала не рисковал играть даже своим друзьям. Дело в том, что сегодня у нас даже нет какой-то конкретной программы, что зачем мы играем. И у меня предложение сыграть песню «Ребра». Замечательное предложение, я считаю, просто великолепное, восхитительное, потому что песня сама по себе у меня всегда вызывала и вызывает до сих пор легкое почесывание именно в ребрах, потому что она очень пронзительная. Кардио-бит здесь сегодня, как всегда, живой звук. Поехали. Ну, вот он, свист. Мне нравятся твои ребра, они настолько реплисты. Когда ты со мною, то я чувствую себя велончаристом. Мне нравится драться, нравится сниться. Но я буду улыбаться, дабы не спалиться. Мне нравится драться, мне нравится сниться. Орет сигнализация, пора поторопиться. Такое чувство, что мы с тобой произведения искусства. Такое чувство, что всех качает от нашего присутствия. Такое чувство, что мы с тобой произведения искусства. Такое чувство, что всех качает от нашего присутствия. Мне нравятся твои крики, удары током, огнестрельные выстрелы. Я скулю, будто вес у порога. Сделай меня глубоким, в спину упор и сбоку. Выпусти красную пасту, мы с тобой чертовски прекрасны. На запястьях плавится пластик. И в пропасти счастье отчасти пасть нам. Выпали масти, я не мастер. Прости, просто выстрел на стик. Прости, просто выстрел на стик. Мне нравятся твои ребра, они настолько ребристые. И когда ты со мною, то я чувствую себя велончелистом. Мне нравится драться, мне нравится злиться. Орет сигнализация, пора поторопиться. Такое чувство, что мы с тобой произведения искусства. Такое чувство, что всех качает от нашего присутствия. Такое чувство, что мы с тобой произведения искусства. Такое чувство, что всех качает от нашего присутствия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне нравятся твои ребра. Смотри, что пишет Юлия Мусова. Такое чувство, что сегодня все песни звучат в разы круче и прекраснее, чем в прошлый раз в программе «Живые». А ведь новые аранжировки-то у вас. Новые, гораздо более навороченные, что ли. Да, это спасибо вот как раз Демьяну. Мы стали использовать всякие модные электронные примочки. Я хотел сказать спасибо Петру, потому что вот этот вот эпохальный клавишный бу-бу-бух, который вдруг возник посередине, это какой классический концерт практически. Это было совершенно неожиданно и очень здорово. Такого раньше не было, по крайней мере, в этой песне такой аранжировки не было. Твоя заслуга, что ли? Нет, конечно, конечно. Очень круто. Мы еще забыли напомнить еще одного человека, который... Ближе, ближе к микрофону, тебя не слышно. Человек, который регулярно муштрует ребят, буквально, серьезно, с плеткой. Его зовут Максим Хомич, это наш партнер. Он такой же, как говорится, член коллектива, как и все мы. И благодаря ему могу сказать, что растет не только навороченность аранжировок, но и уровень исполнения, что очень круто. Это действительно так. Константин Мальгин, я не знаю, я удивляюсь иногда, конечно, вот такому, вот такой постановке вопроса. Да звук вообще супер сегодня, пишет Константин. Как будто компакт-диск слушаешь, а не радиоэфир. Надо сказать спасибо Сергею Дебальскому, это звукорежиссер программы «Живей». Отвечу сразу Константину, звук у нас всегда хороший. То есть то, что мы выдаем наружу, всегда хорошо. Вопрос в том, как играют музыканты. Эти музыканты играть умеют. Они умеют раскладывать свои партии так, что никто никому не мешает, что никто нигде каши никакой не создает. И поэтому звукорежиссеру нашему Сереже Дебальскому сегодня просто сделать качественный звук, потому как сами все музыканты умеют пользоваться своими музыкальными инструментами. Давай петь. Хочу я, чтобы ты сейчас... Давайте, помимо этого я хотел еще сказать, что звук немножко иначе звучит, потому что Петр, наш клавишник, стал петь наконец-то. Нет, ну он сейчас... Я понимаю, что бэки появились. Действительно так. Но речь идет об общем звучании, об общем саунде. Это немножко другая история. За то, что ты начал петь, спасибо тебе большое. Спасибо. Это правда помогает Золотухину. Сам бы он не справился с тобой, очень хорошо справляется. Очень к месту все. Следующая песня будет называться «Последний каприз». Как всегда, живой звук с таким серьезным видом, он сказал. Я думал, улыбнется. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня кардио бит. Поехали. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дима Торзок 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 Как ты, смотри, возмужал, повзрослел, конечно, всему своё время. Но, в общем, иногда бывает, можно и опоздать. Просто мне вот так часто задают этот вопрос, что у меня уже такая защитная реакция. Я понимаю тебя. А теперь скажи мне, что мне надо на своём месте делать, когда я хочу, чтобы ты звучал в эфире как можно больше, как можно с большим количеством хороших песен, а ты мне их не даёшь. Значит, где эта главная сцена? На каком канале ты была? Первая или Россия? Россия. Россия. Я хочу сказать огромное спасибо программе «Главная сцена». Вот сейчас я это делаю совершенно искренне, потому что благодаря этой программе у радиостанции «Своё радио» и программы «Живые» появился как минимум один новый слушатель. Это Евгений Дёмин. Вот что он написал. «Услышал кардио-бит пару месяцев назад на проекте «Главная сцена» и в поисках песен группы наткнулся в интернете на запись эфира программы «Живые». С тех пор прослушал около двухсот эфиров в записи, ну, не твоих, имею в виду все, это, конечно, не все программы ещё, но очень много записей программы «Живые» и открыл для себя очень много новых имён. Спасибо за вашу программу, спасибо «Кардио-бит» за ваши замечательные песни, новые аранжировки хороши. То есть вот Евгений Дёмин — это тот человек, я теперь лично знаю того единственного человека, который присоединился к нам благодаря проекту «Главная сцена», но мы рады каждому. Я считаю, что каждый из слушателей, становясь постоянным, это родное человек, родное существо, это свой человек. Если уж тем паче ему нравится музыка, которая крутится в эфире своего радио, значит, он вдвойне свой, так как здесь всё живое, настоящее. Спасибо большое каналу «Россия» и проекту «Главная сцена». И спасибо большое группе «Кардио-бит», которая вот Евгения Дёмина при, так сказать, совокупилок нашей постоянной... Спасибо Евгению. Спасибо Евгению, спасибо маме, спасибо папе, спасибо, надо сказать, родственникам издалека, спасибо всем за то, что у нас сегодня всё так складывается. Слушайте, уже в час прошёл практически, нам надо сейчас уже будет попрощаться на паузку, ну, в смысле на время, выйти на паузу, так сказать, подышать немножко, потом, естественно, продолжим, но прежде чем мы это сделаем, я вот какой тебе вопрос хочу задать. Ты сегодня шёл на эфир, понятно, что играть, понятно, что показывать свою музыку, но когда ты говорил, ты думал идти тебе на главную сцену или нет, идти тебе на Красную площадь или нет, когда случилось очередное приглашение в программу «Живые», ты думал идти тебе в программу «Живые» или нет? По поводу программы «Живые» я вообще не думал, потому что я, на самом деле, очень благодарен программе «Живые», потому что в определённый период нашего развития она нас, скажем так, поставила на новую ступень, и это я говорю абсолютно искренне, потому что это был один из первых эфиров на радио, тем более на таком масштабном радио. Ты про наше радио имеешь? Нет, я ещё про «Майна Маяка» говорю. Да, в ней времена, времена «Майяка». Да, вот, и поэтому на приглашение от Юлии я и всем ребятам сразу сказал, все были очень рады, что мы наконец-то пойдём и встретимся с вами. Как же приятно, спасибо большое. Потому что мы действительно соскучились. Да мы тоже. Когда их позвали на Красную площадь, они думали. К нам идут, не размышляя. Вот на этой доброй, я бы сказал, мажорной нотке мы с вами уйдём на паузу. Встретимся минуточек через пять тире. Давайте продолжим с нетерпением, продолжим кардио-бит здесь сегодня. Мы радуемся вместе с вашими поклонниками, потому что то, что делаете вы сейчас в ваших новых аранжировках, вот даже девушка с ником Мира Язва, надо заметить, пишет удивительные слова. Новые аранжировки невероятны. А в миксе со старыми песнями создают такую гармоничную музыкальную бомбу. Спасибо за сегодняшний эфир. Бэк-вокал от Петра. Моё сегодняшнее открытие вечера. Это Мира Язва. Ну уж совсем неизвительное замечание, надо заметить. Пауза была длинная, давайте петь. Что будет на сей раз, что это будет за песня? Сейчас будет песня под названием «Не уходи». Спасибо, что ты о ней не забыл. И включил её в сегодняшнюю программу. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня кардио-бит. Поехали. Не уходи. Ещё во мне посиди. Вставь в мои сны свой цветной DVD. Во мне. Понаходись, понаходи. Но уходить погоди. На глазах распустились цветы. Не бросишь моё тело во льды. В этой груди Найдётся место для твоих святынь. Я не пишу, но ты здесь есть. Под эскипами полны ждёшь. Принимай меня, я бой. Ведь мы уснём, когда пойдёт дождь. Не бросишь моё тело во льды. В этой груди Найдётся место для твоих святынь. Не бросишь моё тело во льды. Найдется место для твоих цветов Не уходи, не уходи Не уходи, не уходи А я хочу заметить, что это одна из тех песен, которые убили меня, ну в хорошем смысле, когда ты ее спел еще до того, как программа в принципе появилась, когда еще ее и близко не было И я уже тогда удивлялся, как молодой человек, потому что это и сейчас не старый, а тогда был еще моложе, действительно чувствует эмоции, чувствует жизнь, чувствует душу и насколько он умеет эту душу, зараза, выворачивать Егор Кадымцев, видимо так пишется, правильно ударение ставится, пишет, после успеха на телевидении в Караганде не скоро увидимся с вопросом, а потом пишет, что был на первом концерте, когда в зале было человек 30 Ну в общем это неудивительно, на первом концерте любого коллектива, только друзья Кролика и братья Кролика, родственники, да, и знакомые, да, тех случайные, кто забежал, но это нормально Тогда был неплохой концерт, кстати Ты помнишь свой первый концерт? Я думаю, что он говорит про концерт первый в Караганде Вот, и тогда мы уже поняли, что количество людей не всегда влияет на успешность концерта Вот, и когда мало людей, это зачастую бывают концерты даже лучше, а не какие-то более интимные Вот, и привет Караганде, я обожаю туда приезжать, и мы все обожаем туда приезжать, там великолепные концерты всегда А что касается переездов, переездов, концертов, когда ближайший? Ближайший концерт, у меня акустический концерт в Москве 17 июля в клубе Тоннель И дальше сейчас идут разговоры по поводу летнего концерта по полным составам Скорее всего, это будет август, также в Москве Вот, я знаю, что в сентябре будет Курск и что-то еще Но это, пожалуйста, все, кого заинтересовали наши выступления, вступайте в официальную группу Там будут обновления И вся информация о концертах, естественно, там публикуется Да, 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 все там есть Ну, в общем, не будем тогда на это тратить и терять время Давай петь дальше И я сейчас не хочу длинных пауз, потому что хочется, чтобы музыка все-таки звучала побольше Что это будет? Следующая песня будет под названием «Миллион» Ты обещал, между прочим, спеть те песни, о которых я тебя просил Я выполню свои обещания На финалах оставляешь Как всегда, живой звук в программе «Живые» Напомню, здесь сегодня кардио-бит Поехали Закрой зонт И намочи себя дарами неба Последний кон И твои следы останутся под снегом Мой клон На что мы потратили свой первый миллион Мой клон На что мы потратили свой первый миллион И между мной тобой барабанят лобости Я ухожу по облакам пока И между мной тобой барабанят лобости Прости Между мной тобой барабанят лобости Прости Открой дверь Ты почувствуешь приятную тревогу Во мне зверь Он так любит приступать через пороги Мой клон На что мы потратили свой первый миллион Мой клон На что мы потратили свой первый миллион И между мной тобой барабанят лобости Я ухожу по облакам пока И между мной тобой барабанят лобости Прости Между мной тобой барабанят лобости Я ухожу по облакам пока Между мной тобой барабанят лобости Прости 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 Свои первые миллиарды Когда услышал название главной сцены, у меня, честно говоря, слегка внутри все приопустилось, потому что от названия много зависит. Вот была в свое время программа на НТВ, по-моему, называлась «Честный понедельник». Я все время ржал, я ведущему этой программы говорил, чувак, ну ты вообще понимаешь, как программу назвать? То есть вторник, среда, четверг, пятница и остальные дни, они, в общем, нечестные на телеканале. А вот здесь только вот действительно честное... Когда программа называет себя главной сцены, возникает ощущение какого-то, ну, пальца такого заброса. Почему, собственно, эта программа является главной сценой, возникает у меня вопрос. Вот именно поэтому сразу возникает первым делом сомнение, а надо ли оно. Но это мои соображения, можете к ним не прислушиваться. Значит, что пишет Анатолий Лозбин? «Живу в Алматы, нахожусь в шоке, услышал впервые группу на своем радио сегодня». Круто, ребята, спасибо, пишет Анатолий. Анатолий, если вы слушаете эфир своего радио, то вы слышали группу, и неоднократно, просто вы не сопоставили пока что то, что вы слышали с тем, кто здесь в этой студии. Я почему-то и просил спеть что-нибудь еще, ну, может быть, расплатимся завтра, например. Там, вальс. Вы предугадываете каждый раз. Вальс был, вальс уже был, да, все дамы. Ну, вот, важно, потому что тот же Анатолий, если он слушает радиостанцию в постоянном режиме, он сейчас услышит, как, господи, это они, они же наши, они же алматинцы. Ага-ага. Знаешь, как это важно для человека? Мария Скорчаева, вот что пишет, какой голос, и все это вживую. Не верю, что так люди умеют петь, понимаешь? Хочу на концерт теперь, но, к сожалению, живу в Белоруссии. А вы будете когда-нибудь в Белоруссии, как ты там себе планируешь такие идеи? Мы вообще надеемся, что мы будем в разных городах и почаще. Вот такие у нас планы, что и Белоруссия, и Казахстан, и все-все-все. Желательно, чем больше, тем лучше. Ну, в общем, да, чем больше, это правда. Охватить большое пространство. Чем больше, тем лучше. Ладно, теперь я уже в нетерпячке нахожусь, надо петь песню, которую я почему-то неожиданно, ну, интуиция, чуечка у меня есть. Не знаю я ваших планов, но точно угадываю, что у вас будет дальше. Я полагаю, что тот же самый, написавший уже Анатолий, должен сейчас будет вздрогнуть и признать, что знает он, оказывается, группу, но не связывал пока что группу и тех людей, песни и тех людей, которые эту группу, собственно, эту песню поют. Давай. Песня под названием «Расплатимся завтра». Как всегда, живой звук в программе «Живые», здесь сегодня кардио-бит. Поехали. Расплатимся завтра. Расплатимся завтра за наши веселья. Горькая правда ночных хороселей. Слышишь, на том берегу, так красиво играет труба. И твои беспрослятные кисти заползают покряться в мои рукава. Займёмся любовью под самую лучшую в мире песню. Грой меня своей болью, обли меня своей честью. Мы так одинокие, в ожидании комплиментов. Один из немногих. Я готов умереть ради этих моментов. Расплатимся завтра. Расплатимся позже. И в этих романах так много случайных прохожих. И до глубины так прозрачные, легкие, сильные. О, Боже, мы так молоды, и мы так много можем. Займёмся любовью под самую лучшую в мире песню. Грой меня своей болью, обли меня своей честью. Мы так одинокие, в ожидании комплиментов. Один из немногих. Я готов умереть ради этих моментов. Расплатимся завтра. За наше веселье. Горькая правда. Ночных каруселин. Мы так одинокие, в ожидании комплиментов. Один из немногих. Я готов умереть ради этих моментов. Я готов умереть ради этих моментов. Ну, в общем, всё, как я и предполагал. Тот же Анатолий Лозовин пишет. Да-да, слышал, конечно. Просто никак не думал, что ребята из Алматы. Вот что значит великая сила музыки. Великая могучая сила музыки. Люди радуются тому, что талантливый человек из его родного города. Талантливый коллектив. Да привет землякам, кстати, всем. Да, ну, кстати, к слову сказать, слушают нас в Казахстане очень большое количество людей. Это реально, это правда. И Казахстан, и Белоруссия, и Украина, и весь шарик земной массы забугорных слушателей у нас. Поэтому сегодня у вас, пожалуй, самая большая аудитория всех возможных слушает сегодня ваш концерт. Это приятно, и нас тоже это дико радует. Скажи-ка вот о чем. Когда мы говорим о музыке, когда мы говорим о творчестве, когда мы говорим о каком-то шаге вперед или движении вперед, мы же, наверное, предполагаем, что человек не собирается останавливаться на чем-то. Он, возможно, ищет какие-то новые ходы и новые пути. Что касается аранжировок, которые теперь у этих песен, действительно шаг очень большой, очень серьезный шаг вперед. И раньше это было хорошо, это было минималистичнее, чем сейчас. Но сейчас при тех существующих уже наворотах, которые вы сделали в новых аранжировках, нет лишнего. Вот это удивительная черта, удивительное качество. Вроде бы добавить чего-то, создать новую, по сути дела, песню, хотя уже все, они мне знакомы, эти песни, но при этом не переборщить. Это чье, простите, чувство меры в данном случае конкретном? Ну, вот, когда у нас сформировалась финальная команда, когда мы повстречались с Демьяном и Максимом, у нас выработался определенный такой алгоритм работы. То есть Демьян добавляет некоторые электронные вещи, потом мы все... Сначала мы делаем аранжировку, потом Демьян что-то добавляет, и потом... Демьян добавляет Тимьян. Ну, такой, да, такой пикантности какой-то. И третий этап, мы опять собираемся все вместе, и уже из того, что есть, мы делаем уже финальный вариант. Приходим к какому-то консенсусу, чтобы не было ничего лишнего, не казалось, что чего-то не хватает. Вот, это на самом деле такой кропотливый творческий процесс, но весьма интересный. Вот, и поэтому, ну, на это тоже нужно время, и нам самое главное, это все нравится, и нам в кайф. И очень нас радует, что вы, вот, Семен, заметили этот момент, что вроде что-то изменилось, но нет ничего лишнего. Это очень приятно. Значит, работа проделана не зря. Правда, нет, абсолютно нет. Я слышу по-новому сделанные песни, старые для меня уже известные песни, по-новому совершенно. Я слышу появившиеся какие-то совершенно новые звуки и какие-то новые музыкальные ходы, но меня это не раздражает. Ну, то есть я понимаю, что это круто, и ничего лишнего я в этом не... Часто бывает, когда музыканты, особенно молодые музыканты, да, пытаются показать все свое мастерство. Сейчас я вот здесь вот это влеплю, а вот сюда вот это, сейчас здесь у меня компьютер полетит сюда. Всего этого нет. Это круто. Алекс Каченко, человек пишет в чате на сайте своего радио. А, так это песня такая? А я думаю, что Семен действительно собрался платить за песню, которую очень просил. Ребята, молодцы, привет из Костромы. Ну, расплатимся завтра. Привет Костроме. Да, эта песня так называется, расплатимся завтра. Так что не пугайтесь. Мы не платим за песни музыканты, никогда не будут платить на своем радио ни за ротации, ни за рекламу своих концертов, туров, ни за что. Я считаю, что платить должен тот, кто способен это делать и кто обязан это делать. Я имею в виду рекламодатели, к которым мы сами приходим потом, покупаем их товары. А музыка, она, мне кажется, такая субстанция, которая позволяет человеку чувствовать себя хорошо и кайфово. Она не может, эта музыка или вот это творчество, оно не должно, на мой взгляд, не должно быть за деньги. Ну, в конкретном случае, я сейчас имею в виду не концерты, на которые ходят зрители, а для радиостанции. Потому что радиостанции на сегодняшний день в большинстве своем настолько охренели, по-другому сказать не могу, и занимаются чистым бизнесом. Ну, а что, есть радиостанции, где совершенно узаконен, называется продюсерский центр. Приходишь на радиостанцию, платишь определенную сумму, тебе дают какое-то количество ротаций. Официально. Это уже даже не скрывается. Есть радиостанции, где это делают неофициально. Пряча в кулачок. И мы знаем эти адреса в некотором смысле. А что же касаемо нас, мы стараемся сделать все возможное, чтобы и музыкантам было кайфово. И аудитории получало удовольствие. Надеюсь, у нас это получается. Давайте петь. Давайте. Песня «Все дамы», которая тоже звучит на вашем радио. На вашем, на своем радио. Ну, давай так. Вот сейчас мы ее исполним. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня кардио-бит. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 На полный состав и акустику Проще ездить дешевле? Ну, с точки зрения практичности Конечно, проще ездить и приглашают проще, потому что проще довезти Но с точки зрения просто взгляда на тот же самый материал, его можно рассматривать под разным углом И раскрываются какие-то вещи, которые в полном составе не раскрываются, потому что за стеной звука зачастую теряется текст и так далее, на такие моменты Ну и такая на акустических концертах очень домашняя, такая приятная атмосфера, вот, и, короче, мне нравится эта история вся То есть ты любишь все-таки такую кулуарность некоторую, когда зрители рядышком Вы знаете, я люблю и то, и другое Я люблю чувствовать себя в разных ипостасиях всегда, и мне и там, и там комфортно То есть полный состав это такой прямо рок-н-ролл, когда мы выходим и прям рубим, 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 рубим А тут я сижу с акустической гитарой, показываю всем, что я умею на ней играть Вот оно как Иван Терепенчук пишет, шикарность в потоковом режиме свое не часто получается слушать, ну, в прямом эфире Но как раз в прошлую пятницу я попал на всех дан, ну, в эфире А теперь вот попал на живых кардиобитов Вопрос в группе, как акклиматизировались в Москве, я имею в виду буквально в плане климата Я плохо акклиматизировался, я все-таки такой более южный человек И тепло для меня имеет такое важное значение Извини, дело не в южности, дело в худобе Да? Ну, не знаю, возможно Обычно у худеньких кровь она как-то медленнее двигается Возможно, но первые пару лет я думал, что я привыкну Вот, ну, и как раз 2009, 2010, 2011 год были страшные зимы в Москве И я себе даже представить не мог, что такое бывает Когда там я открывал подъезд, у меня рука примерзала к двери Это было вообще страшно, я думал, что я не вынесу Сейчас я подпривык, конечно, но многие вещи до сих пор мне немножко не по душе Это какие? Ну, это, например, я очень много времени трачу на езду И после того, как я приехал из Алматы, я вообще не представлял, что я столько времени своей жизни трачу Просто сидя на сидении Но потом я научился каким-то образом из этого выносить пользу Прослушиванием музыки, чтением книг и так далее Я понял, что, в принципе, человек может приспособиться к чему угодно И выносить пользу даже из, казалось бы, на первый взгляд, суперотрицательных моментов Вот Ну, вот, справедливые слова сказал сейчас В принципе, акклиматизация прошла, слава богу Теперь ты уже, мне кажется, можешь совершенно нормально себя чувствовать И в таком огромном городе, как Москва И привык уже, и хорошо Это значит, что уже уезжать группой из Москвы никуда не будет Всегда под рукой Это радостно, это очень приятно Надо бы дальше Кстати, будет у меня мысль одна была Я потом с тобой поделюсь переписки На предмет отъездов, приездов и так далее Хорошо Давай-ка споем-ка еще что-нибудь Да, вот как раз-таки мы заговорили о акустических концертах Сейчас будет та самая песня, довольно свежая Я ее написал не так давно Она под названием «Стихнет мотор» Вот, и примерно вот такая вот атмосфера царит на моих акустических концертах Вот песня такая простенькая, даже дворовая где-то Вот, но тем не менее мы любим совмещать сложную музыку, простую, громкую и тихую Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня кардио-бит В данном случае акустическая песня в акустике от Владимира Золотухина Если кто-то не знал до сих пор эту группу, то рекомендую запомнить кардио-бит Ее лидер, фронтмен, гитарист, вокалист Володь Золотухин Поехали! Уже под окнами дрожит такси Не умоляй меня и не проси Подъезды помнят мой уставший стиль И кнопки в лифте кем-то сожжены Слышу крики мужа и жены Семейной жизни все подробности Стихнет мотор Летучится запах выхлопных газов И ты уткнешься в монитор Не заметив, как капнуло с левого глаза Выпадет снег И выкроется ржавчина старых карнизов И целый век ты будешь ждать моего появления снизу Силые тричины двухцветных стен Потоком бешеным стекают в Рим Засыхают насовсем Пожарный выход из мудреных схем Мне говорит, что мы сейчас горим И отдает меня Москве Стихнет мотор Летучится запах выхлопных газов И ты уткнешься в монитор Не заметив, как капнуло с левого глаза Выпадет снег И укроется ржавчина старых карнизов И целый век И целый век ты будешь ждать моего появления снизу 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 Круто, круто Спасибо Круто Ну, что тут сказать еще Какие могут быть комментарии Вот я прочитаю сообщение от Антона Сельянова Я думаю, это самое лучшее Ну, скажем Как называть это правильно Определение, да? Самое лучшее определение того, что он сегодня слышит Вообще очень круто Спасибо за такую музыку Ну, что еще Антон, мне кажется, высказал мнение многих людей Которые одной фразой буквально сначала ставят в тупик Потом радуют По-моему, очень круто Стихнет мотор с недавних пор Одна из фаворитов Александра Макарова написала Ты говоришь, что ее недавно написал Значит, уже где-то пел на концертах, получается Раз ее знают уже Да, я пел ее на концерте в Москве И еще на каких-то... Я в Казахстан ездил, тоже там пел Ну вот, то есть, получается, уже твои поклонники эту песню знают Вообще, Роман Беспавлович писал Золотухину не надо узнавать по песне Можно просто по голосу Ну, кто еще сейчас стоит-то рядом? Да никого Понятно? Нет с тобой рядом никого Я очень переживал сегодня за свой голос Потому что мы вот выступали в Туле На прекрасном фестивале «Дикая мята» И мы решили остаться И просто нас настолько всех промочил дождь двухдневный Что я вот готовился к эфиру три дня Просто сидел, отпаивал себя теплыми напитками И, кстати, спасибо вам огромное за то, что сегодня... Это ты Лизе Я Лизе, да, и говорю Спасибо, Лиза, огромное за теплую воду и теплый чай Мне кажется, что вы спасли сегодняшний эфир Этими действиями Да, Лиза, администратор радиостанции Я хочу тебе вопрос задать тогда Раз уж ты сам об этом заговорил Но я могу на этот вопрос ответить, видимо, сам Попробую Попробую угадать Скажи, пожалуйста, на «Дикую мяту» Вы сами заявку подавали или вас позвали Ответ от Золотухина должен звучать так Нам позвонили и пригласили И мы подумали А надо нам ехать на «Дикую мяту» Или не надо А стоит ли вообще вот эта вся история свеч? Так было? Ну, на самом деле, мы очень ленивые люди На Красную площадь он думал Идти или нет Долгий процесс связан с тем, что Мы пока не обзавелись очень талантливым менеджером Который бы рассылал заявки Поэтому мы этим вообще не занимаемся Вот нас куда зовут? Мы думаем и потом едем Но если есть сейчас среди слушателей программы И слушателей станции талантливые менеджеры Я не очень понимаю, что имеет в виду Володя Когда говорит талантливые менеджеры, которые рассылают Рассылать, знаешь, я тоже умею Которые умеют очень грамотно говорить Потому что за каждой легендарной группой Всегда стоит какой-то очень хороший, мудрый менеджер Вы практически заканчиваете Кардио Бит Группа Легенда Я думаю, что вы, если откликнитесь Если откликнитесь, то было бы очень неплохо Ребятам действительно нужен менеджер Тот, который мог бы продвинуть коллектив И определенным образом работать над тем Чтобы группу приглашали на всяческие фестивали Концерты, в туры Это важно Мне же, думается, я и в прошлый раз это говорил И позапрошлый раз это говорил И сейчас тебе это скажу Что будущее у вас большое Это правда Но только надо этот путь пройти Этот путь бывает непростым Если помнишь, на ночь живых музыкантов Я вытаскивал вас И куда только не вытаскивал Сознательно, совершенно Делая все возможное Как мне казалось По тем временам Теперь продолжаем это делать Что вас слышали Вас должны слышать Но при этом я всякий раз прошу Золотухина Дай мне песен для ротации Ну невозможно, три песни мало Давай В общем, я думаю, тебя пристыдил уже? Да, очень сильно Очень сильно Как только будут песни записаны Старые или новые Или шли Все, все, что есть Она еще несправедлива получается Давай петь Что это будет? Финальная песня Да ладно Как финальная? У нас еще 15 минут Нам еще петь и петь Не надо нам финальных песен Что, у вас ничего больше нет, что ли? Нет, финальную песню мы сейчас исполним А дальше? Мы что-то забыли, да, вероятно? Ну, давайте сыграем тогда эту песню А там посмотрим Песня под названием «Конец» Ну ладно, я не буду задавать сейчас вопросы Двусмыслица какая-то Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня кардио-бит С ними всегда все не так, как со всеми остальными Они за 15 минут до конца программы Решили спеть финальную песню Ну, давайте попробуем Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я почему об этом прошу Очень много часто бывает Когда музыканты с хорошим музыкальным бэкграундом Понятное дело С хорошим собственным творчеством Время от времени показывают в программе свои кавера На аудиторию это действует совершенно сногсшибательно Потому что есть с чем сравнить И очень часто бывает когда пишут Надо же кавер лучше оригинала И это круто У нас будет повод встретиться с вами снова И мы знаем что мы подготовим Обязательно внесите в вашу новую программу Которую будете играть здесь После того как уже запишите альбом Обязательно После того как запишите альбом Хотите быстрее попасть сюда Пишите альбом быстрее Тогда уже будете петь И эти кавера это тоже мне кажется очень важная часть творчества Так или иначе Вот например Александра Макарова Это поклонница судя по всему знающая Все твое творчество А еще когда ты спишь Нина пара капель Пожалуйста и контакт Не отпускайте его Сколько песен то еще не спета Это любовь Судя по всему И мне кажется что любовь Все они будут спеты Все перечисленные песни Даже больше на моем концерте 17 числа Все их ждут Вот прежде чем А кстати та песня которая сейчас будет Сколько она по хроннометражу? Минуты три наверное Три минуты отлично Значит еще буквально пара минут есть И я вот что хочу сказать Это уже Ну в некотором смысле тебе лично Пометуя тебя Какое-то время назад И когда мы общались Могу заметить А это наблюдение Оно совершенно точное Потому что Общаться И разговаривать И болтать Это вообще моя профессия И вглядываться в человека Говорить ты стал гораздо лучше Гораздо охотнее что ли Вот так Лучше не в том смысле Что по-русски Боже упаси Охотнее У меня есть что рассказать Просто теперь Ты был немножко зажат В прошлой нашей встрече И я всякий раз Как зайчика прыгал Думаю ну как же Как же к нему подобраться Чтобы он наконец улыбаться Начал расслабиться А сейчас то ли привык уже То ли все таки Немножечко Бремя славы Чутка Я просто повзрослел А или так Наверное повзрослел Я тебе хочу сказать Что эти метаморфозы Мне дико нравятся Вот то куда вы двигаетесь То куда вы идете На данном этапе И в качестве коммуникабельности И в качестве музыки И в качестве того Что вы делаете музыкального Мне лично очень нравится Я готов говорить комплименты Еще минут сорок Но время у нас ограничено И я понимаю Что дальше уже Будет этого делать нельзя Завтра Это в качестве анонса Завтра в программе Живые группа Полиция Кармы Тоже весьма И весьма любопытный Кстати музыкальный коллектив Рекомендую всем Завтра тоже к нам При совокупиться Послушать эту программу Надеюсь Получить для себя Ответ на вопрос Есть ли в России Еще интересные Музыкальные коллективы Их действительно много Ну что Прощаться нужно Спасибо что были у нас Мы от себя Хотели сказать спасибо Огромное Своему радио Всем кто принимает Вообще в этой Прекрасной Глобальной затее Участие Звукорежиссеру Администратору Семен С Юлией Нам как всегда Очень приятно С вами беседовать Ну и вот на этой ноте Мы споем лирическую песню Абсолютно экспромт Прям вот как будто бы Все радиослушатели Попадут сейчас к нам На репетицию Представьте Вот этот вот момент Почему так Ты ее честно Редко поешь Мы ее редко Исполняем Всем коллективом Вот Это тоже эксклюзив Это значит Это полный эксклюзив Здесь сегодня На своем Случится еще одно чудо Эксклюзивное Исполнение песни Как называется она Неоновый свет Неоновый свет Спасибо братцы Всем до завтра А вам ребятки Роста 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 И продвижения Будьте здоровы Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И печальнее нет. Я знаю, где это. Обязательно найду тебя. И этим светом непременно свищу твои. Глаза. Иоанновый свет, к сожалению, не может понять, Что бурный рассвет ему никогда не унять. Иоанновый свет, лучи на столе, Любовь, хрусталита, лето. Сигарета. Я знаю, где это. Обязательно найду тебя. И этим светом непременно свищу твои глаза. Я знаю где-то, обязательно найду тебя И этим светом непременно свищу твои глаза Субтитры создавал DimaTorzok